Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала! Сегодня я вас познакомлю с новой конструкцией инерционного стабилизатора изображения, которая на днях успешно прошла полевые испытания. В прошлом я уже собирал стедикам для своих фотокамер, но он оказался совершенно бесполезен для съемки в движении. Причина – раскачивание камеры во время ускорения или замедления движения оператора, а также при движении оператора по дуге. Так что пришлось построить стабилизатор, лишенный недостатков присущих стедикамам маятникового типа. Всего было изготовлено два инерционных стабилизатора. Размеры большего были выбраны, исходя из экспериментальных данных, а размеры меньшего были принесены в жертву компактности. Чем больше расстояние между грузиками, тем лучше будут демпфироваться колебания камеры в плоскости перпендикулярной оси, проходящей через центры тяжести грузиков. Как видите, при введении стедикама в рабочее состояние занимает совсем немного времени. Для того, чтобы не возить с собой грузики, общий вес которых равен 1,2 килограмма, был создан пляжный вариант стабилизатора. Здесь вместо стальных гирь используются 250-граммовые пластиковые бутылки, заполненные песком. Вес обеих бутылок, как и вес стальных гирь, составляет около 1,2 килограмма. Однако более выгодное распределение массы грузиков делает работу компактного стабилизатора такой же эффективной, как и полноразмерного. А это уже видео, снятое в движении. Здесь велосипедист двигается по асфальтовой дорожке, тогда как оператор бежит по кочкам рядом с этой дорожкой. Тот, кто хочет ознакомиться с чертежами и подробным описанием этой самоделки, может пройти по ссылке вверху экрана. Для остальных замечу, что съемка в движении велась с отключенным оптическим стабилизатором камеры. Стабилизация же изображения была выполнена с помощью программного стабилизатора Warp Stabilizer из комплекта инструментов программы Adobe Premiere. Если немного изменить конфигурацию стабилизатора, а именно избавиться от грузиков и переставить одну из ручек на уровень оптической оси объектива камеры, то можно получить эффект типа качелей или корабельной качки. Спасибо за внимание и творческих вам успехов, друзья!